В руках представителей Самарского ТОСа Людмилы Вернигоровой квитанция за январские коммунальные платежи. В документах появилась новая графа – комиссия за оплату этих счетов. Людмила Григорьевна говорит, в ТОСе в основном пожилые люди, и это нововведение оказалось для них неожиданностью. Приходит в квитанции одна сумма, оплачивают по чеку, значит, эта сумма в чеке указана, а засчитывается другая сумма. Эти изменения коснулись всех жителей Самарской области. Согласно постановлению правительства России, ресурсоснабжающие компании сейчас не могут включать комиссию, заплатежив тарифы по коммунальным платежам. Поэтому в счетах и появилась отдельная строчка. Но возможность оплатить счета без комиссии остается. Это оплата на сайте или в самой компании-поставщике и в ряде банков и других организаций. Будем рекомендовать ресурсоснабжающим организациям конкретизировать ту информацию о платежах, где можно платить без комиссии, а где комиссия будет сумматься. У нас опубликован в квитанции сайт нашего платежного агента. На сайте платежного агента размещена информация по величине комиссии. Ее можно узнать, забив свой лицевой счет в строку поиска. На сайте нашего платежного агента указана информация по бесплатным каналам без взимания комиссии. Информация о том, где можно оплатить платежи без комиссии, размещена на сайтах соответствующих компаний. Кроме того, представители общественной палаты порекомендовали поставщикам коммунальных ресурсов публиковать эти данные на квитанциях. Также этот список скоро появится на сайте общественной палаты. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok